Акватория Чёрного моря под надёжной защитой. Морская авиация готова выполнить любые поставленные задачи по уничтожению безэкипажных катеров у побережья Крыма. Товарищ майор, вертолёт к полёту готов. Остаток топлива 2500, заряжен. Сборный экипаж К-29 из Северного и Тихоокеанского флотов на страже наших южных рубежей. Слаженность в боевой работе приносит результат. Наша отметочка о том, что был уничтожен один безэкипажный катер, и как бы в авиации есть такая традиция, сами понимаете. Патрулирование Акватории и их ежедневная работа. Сегодня боевая задача поступила, когда экипаж с нами на борту уже находился в воздухе. Боевое дежурство на Акватории Чёрного моря. Мы сейчас идём на высоте 100 метров в скорость, 160 километров в час. Идём в паре К-29 и вертолёт Милотин. Вот так работают неуправшими авиационными ракетами по цели саду инфляции Чёрного моря. Отыскать маневренную цель, которая движется со скоростью до 100 километров в час. В открытом море сложнейшая задача. В туман и морозь различить вражеский катер сложнее вдвойне. Он буквально сливается с водой. Пилоты ориентируются по кильваторному следу, который он оставляет за собой. Нашим асам удаётся засечь вражеский беспилотник с 10 километров и спустя пару минут обезвредить. На счету опытного командира экипажами 8, три уничтоженных беспилотных катера. Недавно он был награждён Орденом Мужества. Все цели были поражены в 150 километрах от Крымского побережья. И с экипажем всегда работает стрелок. Остановить вражеский бронированный беспилотник удалось только выпустив в две ленты почти 400 патронов. Экипажа, который выпустился из училища только год назад, это было боевое крещение. К выполнению таких задач их не готовили. Поэтому учиться пришлось, что называется, на лету. Украинский катер, хоть и беспилотный, но на всём маршруте управляют операторы ВСУ. Идти у вражеского беспилотника нет. Медаль Нестерова, который был награждён молодой штурман, он посвятил своим родителям и тем, кто обеспечивает на земле и их боевой выход в небо. Виталий Каченко, Руслан Юсупов, Виктор Васин, Сергей Прокофьев и Лариса Никитина. Первый канал. Чёрное море.